на то в хату господа у микрофона данте и мы продолжаем проходить шарлока холмса непосредственно критично и очень и очень отлично не спеша семимильными шагами мы направляемся в бордель нет не в бордель я вас обманул в осиное гнездо необходимо нам поговорить с официанткой которая нам почему-то ничего не говорит теперь непонятно что делать собственно это и все что не скажет опа в этот таз официантка складывает наверное официантка случайно мы нашли красные чернила которые необходимо отдать этому молодому человеку я нашел ваши красные чернила друг мой вам пора домой мне тоже так кажется плата не не ну сейчас надо залечь на хорошо ой я с тобой только что говорил идем непосредственно к двери и открываем эту высокополигональную графинистую дверь не стыдную с отличной ручкой дверь впустите меня есть новости от сквиби только не волнуйтесь а ты кто такой а где сквиби он уже вышел если честно я не знаком с этим малым сквиби просто хотел узнать не знаете ли вы доктора тамблти канадца или американца он заходил а то знаем вы таких превосходно а вы не могли бы ну чё в газе разбираешься нет я врач тогда мне неинтересно уж валить отсюда но если узнаю что кто-то стукнул легавым я тебя достану но я могу заплатить вам за оставь себе свои хорошо а еще лучше отдай баррель без гады сего такому чтоб не трусил и держал пасть и приведи его сюда тогда и потолку похоже я выяснил все что нужно для расследования а это блута из осиного гнезда темная лошадка вряд ли он настроен сотрудничать пожалуй лучше вернуться на бейкер стрит холмс придумает что делать дальше к тому же я совершенно измотан ну пойдем вернемся на бейкер стрит дом милый дом вот так холмс я подробнейшим образом описал вам события прошлой ночи прекрасная работа ватсон теперь валерий а не ватсон пожалуйста касательно ужасающего убийства на хенбери стрит считаете что мы уже готовы выяснить личность убийцы обеих женщин нет не думаю пока для этого недостаточно фактов да и не в этом заключается наша задача хотя вы многого добились в поисках кожаного партука и разъяснение ситуации с пилюлями наша главная цель помочь полиции нам следует подтолкнуть их в нужном направлении и не дать пойти по ложному следу начнем с рассмотрения четких фактов вы только что озвучили эту мысль и у меня также нет по этому поводу сомнений убийство на бакс роу и на хенбери стрит совершил один и тот же преступник на то указывает масса фактов которые я сейчас не буду перечислять попробуем ответить на вопрос что связывает обе жертвы общая знакомая возможно у них были общие знакомые конечно как минимум один убийца но это нам ни о чем не говорит если у них действительно были общие знакомые полицейское расследование выявило бы этот факт следовательно дело не профессия обе женщины занимались одним ремеслом но вот именно ваться обе женщины были проститутками это чрезвычайно важно ваться мне не дает покоя один момент когда вы осматривали место преступления вы кажется что тупо минули о мышлении убийцы я имел ввиду разбросанные по земле вещи жертв и пропажу колец у Энни Чеппель убийца коварный хищник выходец из низших слоев общества в ходе преступления он самым впечатляющим образом сохраняет хладнокровие одного я никак не могу понять почему время смерти в показаниях Ричардсона не совпадает со временем которое определил доктор Филлипс и я с ним вполне согласен половина пятого да Ватсон это мы проверим и постараемся установить точное время смерти для этого нам придется расположить на временной шкале всех игроков только после этого мы сможем правильно расположить нож символизирующий нашему убийцу Ватсон давайте взглянем на временную шкалу ну давай что то новое я так погляжу ну что делать надо мы вышли из участков 6 часов и добрались до Хэнбери стрит за 20 минут мы вышли из участков 6 часов разместим на временной шкале время смерти указанное доктором Филлипсом ну разместили время убийства установленное доктором Филлипсом и вами Ватсон 4.30 да мы вышли из участков 6 часов и добрались до Хэнбери стрит за 20 минут ээээ 6.20 получается мы прибыли на место преступления около 6.20 учитывая расстояние мы можем быть уверены что убийство совершено ранее 6 часов ну что еще надо делать непонятно да а наш следующий свидетель Альберт Кадов я Разместим на временной шкале этот звук. Альберт Кадаш отправляется в сад примерно 5-20. Возвращаясь в дом, он слышит голоса в саду дома номер 29. Возвращаясь в саду дома номер 29. А, это вот тут 5-30. 5-30-5. Итак, мы непосредственно продолжаем. Значит, через несколько минут после возвращения Кадаш слышит, как что-то падает у забора его сада. Во сколько же это было? Утром в день убийцы свидетель проснулся в 5-15 и вышел во двор, где находится удобство. К тому времени было около 5-20. Возвращаясь в дом, свидетель услышал приглушенный разговор с забором в дворе дома 29. Во двор стремительно через 4 минуты. Значит, 5-24. Может быть так? Да. Примерно через 4 минуты после ухода, он слышит, как что-то бьется о деревянный забор. Хорошо. Кардаш выходит из дома и отправляется на работу. 5-15, 5-20. Так это же было. На временной шкале. Хм. Ой. А ты куда? А тебе куда? Подождите, это точно Кардаш? Да, это Кардаш. Свидетель проживает по адресу. Так. Утром в день убийцы свидетель проснулся в 5-15 и вышел во двор. 5-15, значит. Нет, не 5-15. Где находится удобство? К тому времени было около 5-20. 5-20 уже стоит. Что еще? Возвращаюсь в дом, свидетель услышал приглушенный разговор с забором. Во дворе дома 29. Свидетель вернулся в дом и вышел во двор примерно через 4 минуты. Там он услышал, словно что-то ударилось из забора. Затем свидетель... 5-32 утра. 5-32. Сюда. Затем он уходит на работу, заметив время по часам, нас питал в Килдской церкви. 5-32. Так. Как мы с вами могем в этой серии? Так, и что ты хочешь? Кого мне еще использовать? Кого мне использовать? Э! А что делать? А! Тю! Эл Лонга. Мисс Лонг видит разговор между мужчиной и женщиной далеко от дома. Около 5 утра. А вот самая важная часть. Показания Мисс Лонг. Она утверждает, что видела, как разговаривали мужчина и женщина. Рядом с домом 29 по Камберес. И около... В котором часу это было в отцам? В 5 утра. Нет? А, 5-30. Положим, что показания Мисс Лонг верны. А так оно и есть. Свидетельница утверждает, что встреча с жертвой произошла около половины шестого. При выходе на улицу женщина услышала бой часов. Они отбивали полчаса. Ха-ха-ха-ха-ха. Э? А как? Куда? А что, куда кликать? Может, вот это? Нет. 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 Странно. Реально, кого же еще использовать-то? Полицейского? Проституток? Пациент точно нет. Нет. Кого же использовать-то? Бейкер-стрит? Тоже нет. Интересно. Интересно, интересно. Так, кого мы могли еще с вами пропустить? Исаак Соломонович? Исаак Соломонович? Блин, реально, а кого? О, дейли-нис, обрывок конверта. О, дейли-нис, обрывок конверта. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Опа. Опа. А что тут надо... А что тут время я вообще не вижу? А что он скажет? А теперь отметим на временной шкале... Время прихода и ухода Ричардсона. Хм. Тогда будем читать. Так. Давайте на рандом сейчас... Сейчас выберу, короче. 4,45 пусть будет. Нормально. Ну, по-моему, он там через 5 минут что-то рассказывал. Многое уважения к доктору Филиппсу и нашу с вами дружбу. Я абсолютно уверен, что вы оба ошибаетесь. А Ричардсон прав. И письменные показания двух свидетелей имеют огромное значение. Что? Потрудитесь объясниться, Хоулс. Помните, как вы установили время смерти? Вы потрогали пальцы и тело жертвы, но на улице было весьма холодно для этого времени года. К тому же тело потеряло много жидкости. Температурная инерция тела жертвы не соответствовала норме для неповрежденного труда. Боже, вы правы, Хоулс. О, у меня было время изучить этот вопрос, Бакс. Учитывая эти факты, я мог ошибиться на полчаса, может быть, даже на целый час. Таким образом можно подтвердить показания... Валерий, да. ...что убийство произошло после 4-10, но до 4-30 утра. Прекрасно, Ватсон. Все актеры на местах. Да, но, Хоулс, мисс Лонг сказала, что видела жертву в половине шестого. Но согласно Кадышу, кто-то, очевидно, жертва и ее убийца, уже был в саду в 5.30. Верно подмечено, Ватсон. Однако обратите внимание, каким образом оба свидетеля, Лонг и Кадыш, определяют время. Они ориентируются по уличным часам, которые, как правило, плохо отрегулированы, а также на собственное эмпирическое, или, скорее, ошибочное, чувство времени. Ни один из этих показателей не является достаточно надежным. Да, да, согласен. Показания могут совпасть. Именно. Давайте передвинем встречу мисс Лонг с Жерпой на две минуты до 5.30. То есть 5.28. Передвинем встречу мисс Лонг. Мисс Таркадыш утверждает, что проходил мимо спиталкирской церкви в 5.32. Учитывая расстояние между церковью и домом 27 по Хенбери-стрит, в 5.31 он был еще дома. Поэтому установим финал показаний Кадыша на 5.31. Ну давай. Мисс Лонг слышала, как убийца спросила у жертвы. Ты согласна? Да, ответила. Да. Значит, они достигли согласия. Из-за этого должна была последовать сделка. Затем они направились в сад. Таким образом, Кадыш должен был услышать голоса в 5.29. Мы полагали, что Кадыш покинул дом 27 по Хенбери-стрит в 5.31, после того, как он услышал удар о забор. Таким образом, с момента, когда свидетель вошел в дом после первого визита в сад и его уходом на работу прошло 2 минуты. Как оценил этот промежуток Кадыш? 3-4 минуты. В свете всего этого, Ватсон, мы наконец можем установить время смерти мисс Чепнен. Разместите нож на шкале, указав точное время убийства. Охренеть. 5.30. Ровно. Таким образом, учитывай гений. Уличность уличных часов и ошибочную оценку времени молодым человеком. Мы можем подтвердить показания мисс Лонг и установить время смерти. Около 5.30. Но, Холмс, получается, что мужчина, которого видел мисс Лонг, никто иной как. Подаваться. Это был Уайт Чепненский убийца. Значит, мисс Лонг и Кадыша были совсем рядом. Не верноваться. Холодильник урчит. Вы это слышите? Прям кайф. Убийца сейчас уже сидел бы за решеткой. И, вероятно, повезло. Это точно вас. И ради чего такое везет? Учитывая нанесенные несчастные женщины и увечья, мы должны отметить явное стремление убийцы удалить их. С самого начала он нацелил операцию на определенную Ну да, он ей матку хотел удалить полностью, получается. Определенным знанием об области их анатомии. Я полагаю, что он дебил. Я считаю, что я прав. Ватсон, нам потребуется доска для записи. Так, у меня добавилась вот эта диалогия. А что делать теперь надо? Куда идем? Ватсон, нам потребуется доска для записи. А где доска для записи? Так, образцы для исследований. Ну да. У жертвы с боксера органы не были удалены. Нет. Черная магия. В этом случае убийца легко мог быстро удалить какую-то деньги, трофей, каннибализм для рынка человеческих органов. Типа это неправильно? Ну это по-любому сюда. Слишком туманно у вас нет ни одной улики и ее подтверждение. Исключим эту гипотезу. Безумие порой толкает людей. Это... Трофей? А, каннибализм это. Но бросить ее мы не можем. Значит ставим, да. Для рынка человеческих органов. Деньги. Мы не можем ничего утверждать. Рынок, конечно, существует. Поэтому да. Ну вот туда вот так. Из возможных причин удаления марки у второй жертвы мы можем сделать вывод, что на Вакс Роу убийца мог поступить так же, но по каким-то причинам не сделал это. Выводы поистине ужасны. Наш преступник развился в течение всего пары дней. Если это действительно так, убивал ли он до первого случая, который мы ему приписали? И если он убьет... Я думаю, что он убивал до первого случая. Мы должны это предотвратить, Холдс. Сделаем все возможное. Будем надеяться, история с банками Фармагена и американским доктором выведет нас на верный след. Я тоже надеюсь. Холодос прекратил урчать. Это отлично. По поводу торговли органами. Шансы невелики, но нам не следует их упускать. Хорошо. А вы, Холдс? Я отправлю Аберлину наши последние выводы, а затем превращусь в рабочего газовой службы и проведаю плутто по синам везде. Понял вас, Холдс. Думаю, мой старый университетский друг сможет нам помочь. Он работает в Лондонском госпитале. Я сейчас же подготовлю письмо, в котором объясню свою просьбу. Полагаю, он сможет принять меня в течение дня. Позже встретимся здесь? Да, Ватсон. До встречи. И удачи вам. Я должен отправиться в Лондонский госпиталь. Там работает мой старый университетский коллега. Опять Валерчиком управлять? Да что ж такое? Скрипка Холмса. По-моему, ему не мешало бы почаще упражняться. Ты не умничай. Я лучший музыкант. Дело пляшущих человечков. Я слишком хорошо его помню. Я не помню, почему тут дырки от пуль. Вот Холмс, старый негодник. Дай в спальню зайдем. Посмотрим, что тут. А не, что тут? Пустота. Открывай дверь давай. А тут что? Ух ты! Еще до спальни. Печатная машинка. Прикольно. Так, нам с вами необходимо телепортироваться в Уэйд. Студия, студия. Валерий, я надеюсь, вас не будет слышно, но перед началом у Эйд Чеппелла нам нужно зайти в Лондонский госпиталь. Коллега назначил мне встречу в одном из помещений госпиталя, где обычно занимаются... Медицинский госпиталь. Значит, я вижу... Слышишь, какая катсцена? Дайте мне посмотреть, там снимки, как у меня в универе. А, Джон, вы уже здесь. Я уже тут. Виттуальный, как всегда. Послушайте, кажется, вы... Я в форме, не волнуйся. Неужели это недавняя женитьба так омрачила вас? Эндрю, вы видите меня насквозь. Но нет, меня волнует одно странное, ужасное происшествие. Вы читали мою записку? Да, и, должен признаться, был весьма удивлен. Так вышло, что я и сам задумывался о работе нашего морга. И что вы думаете? Может быть, вам что-то известно о торговле органами? Нет-нет, Джон. Безусловно, существует обмен между коллегами. Разумеется, это не вполне легально, но этот обмен... Значит, торговля органами для обогащения отпадает. А что вас беспокоит в работе морга? Давай, говори. Вы говорите о торговле органами, но... Но я подозреваю, что идет торговля трупами. Я подозреваю, что идет торговля трупами. Пропавшие трупы? Пропадают целые трупы? Это секрет, но я знаю о вашей деликатности и дружбе со знаменитым Шерлоком Холмсом. Да, со мной знаменитая дружба, конечно. А как вы хотели? Данил Шерлоком Холмс. Вопросы? Данил Холмс. А как Шерлоком Холмс зовут? Шерлок, или Холмс? Напишите в комментариях, пожалуйста. Валерчик задумался чисто с этим микро... Микро шляпочке чисто. Такие же усики у него рыженькие. Для девочек в трусики, чтобы заходить. Иногда пропадают органы и инструменты, что в порядке вещей. Но такое количество трупов меня это очень беспокоит. И что вы думаете делать? Начальство госпиталя планирует что-то предпринять? Нет. То есть, они бы предпочли не заявлять в полицию. Ой, кто-то спамит в Телеграм. Боже, друзья, извините. Я не хотел, я не выключу Телеграм. Ну, к сожалению, могли бы вмешаться и разъяснить ситуацию. А чьи тела пропали? Вы знаете, чьи тела пропали? О, точно не знаю, но... Если вы подождете пару минут... Да, могу подождать. Не стесняйтесь, осмотрите комнату, пока я не вернусь. Она оживит массу воспоминаний. Да, согласен. Я вас категорически снова приветствую. Мы находимся в музее анатомии. Эти странички были, как у меня прям в книжке. Синельникова атлас. Даже такая была. Такой не было. А вот такая вот, прям один в один. Это мышцы шеи и связки артерий. Вот этот молодой человек тоже был в атласе. Горошина, дамена, присутствовала непосредственно. Так, тут можно что-то потрогать. Здесь студенты медики проводят эксперименты. Кряпка вымазана маслом. Не вижу никакой свежески. На таких тележках очень удобно. Приводить в порядок хирургических инструментов. Колесо плохо вращается, хотя смазан на отмен. Инструмент весьма напоминает татверк. Может пригодиться. Здесь студенты медики проводят эксперименты. Что-то где-то еще здесь посмотреть. О, есть. Картина сердца. Видимо, здесь недавно прошло занятие о строении сердца. Полагаю, для младших курсов схема сильно упрощена. Та-да. Согласен. Я тоже. Справочник Панатон. Панатон помечен с огня. Панатон помечен с огня. Что я тут еще делаю? Помеско подождать. Я подождал, потрогал, посмотрел. А нет, еще не все. В этой банке человеческое сердце. Судя по цвету, полагаю, его поместили на банке. И две крышки с кодовыми замками. Так, а что, что так? А какие кодовые замки? Что мне надо сделать? Мне явно не хватает информации. Ладно. А где еще информацию взять? О, столик. Здесь студенты медики проводят эксперименты. Я слышал, да. Тут тоже еще одно сердце. Вот раньше круто было. Сейчас не так все. Сейчас простенько. Европейский. Ладно, пойдем отсюда. Тебе не хватает информации? А что еще? Ну сердце. Я не понимаю, что мне нужно сюда поместить. Это надо убрать. Это очевидно. Это не то. Энциклопедия у меня есть. А где еще тут какая-то штука должна лежать? Выйти никуда не могу. А может в книге? Я же подобрал этот показания. Я же подобрал этот показания. Отрывок из конверта. Предметы. О, кстати, а если это, сматать эту штуку. Черт возьми, какого дела она здесь прятала? Ничего себе. Старые рецепты. В этой банке человек, на банке две. Так, Вена Кава Супериор. Где это? О. О. Синяя это Вена Кава Супериор. Красная это Вальва Орта. Так. Значит, Вена Кава Супериор под единичкой. Поэтому синюю нужно поместить на единицу. А может быть вот так? Вальва Орта. Вальва Орта это у нас под цифрой 5. Ой. Так, так. Между двумя крышками какой-то кучок бумаги. Шестерка. Не, да и все, типа? Или что-нибудь еще? Я могу отсюда выйти? Мне незачем туда идти. Мне незачем туда идти, я понял. А если на выход? Мне явно не хватает информации. Походу сердце не все. Вальва Орта Человек. Стоять. А че оно в этими поменялось местами? Наоборот. Ну я и дура. Я кажется понял. У нас же тут еще второе есть. Снизу подчеркивание. Атриум синиструм и трункус пульмонарис. Атриум синиструм. Это значит вот это вот. Это же удочек левый. Это под цифрой 8 получается. Так. Значит синяя на восьмерку надо. Восьмерка. Это вот это. А трункус пульмонарис. Это у нас под цифрой 2. Значит красная на двойку. Невероятно. Кто-то спрятал магнит в этом сердце. В этом сердце. Но зачем? Магнит есть. И шо теперь делать? Я могу отсюда войти? Мне явно не хватает информации. Да что ж такое-то? О, шо-то могу. Ничего интересного. Ничего интересного. Если без магнита. Ничего интересного. А, надо походу везде магнитом пройти. Ничего интересного. Ничего интересного. Я каждому подойду. Ничего интересного. Ничего интересного. Черным светится. Под стеклом спрятать магнит с крюком. Нужен инструмент. Какой инструмент? А. И шо надо сделать? А, чтобы не касался. Тяжело, тяжело, тяжело. Блять. Ага, тут никак. Значит, максимум сюда. Теперь сюда. А. Тихо. Да ё-моё. Так, сейчас. Гиберспортивно берем мышку. Я думал, квест сердцем будет тяжелее. Я не знаю, как я там уголок просто цепляю каждый раз. И чё оно спадает каждый раз? Интересно. Блять, можно как-то по-другому это пройти? Я не знаю. Может, реально есть какой-нибудь другой типа. Так, это много. Оп. Оп, 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 оп. Поднимаемся вверх. Это вниз. Это вот так. Это. Вниз, 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 вниз. Вниз, право. Сюда. И шо? А, нажать. Готово. Сам бы, да, не справился бы лучше. Во-первых. Утешай себя, утешай себя и дальше. Так, шо мне еще надо сделать? Ну, ключик какой-то, я вижу. А шо теперь? Может, все-таки к тебе? Мне незачем туда идти. Может, все-таки на выход? Явно не хватает информации. Ну да. Так, а что дальше делать? Там что-то есть, но как туда залезть? Мне понадобится крюч. Кажется, это задачка для Холмса. Все это крайне неприятно. Что ж, думаю, всю необходимую информацию я получил. И обещаю вам сделать все возможное, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. А теперь вынужден вас покинуть, друг мой. Ради нашей дружбы главное не падайте духом. Обязательно. Еще раз спасибо, Эндрю. Это я должен благодарить вас, Джон. Не забудьте держать меня в курсе и передавайте привет вашей очаровательной супруге. Можете на меня рассчитывать, Эндрю. Нужно отправиться в осиное гнездо и найти бандита, о котором говорил Ватсон. Блудо. Возможно, он знает что-то о докторе. Там пора возвращаться в Уайтчап. Но лучше, если я буду инкогнист. Ну давай, приоденемся. Да давай, одевайся. Пора возвращаться в Уайтчап. Дура ты, саная, просто. Как же у меня горит. Думаю, это подойдет. Бабжиха какой-то теперь стал, блядь. Опозорил меня. Посмотри на себя. Ты, блядь, санкт-петербургский художник наглый. Бежай. Открывай дверь. Двери, говорю, открывай. Двери как в Ведьмаке открываются, кстати. Вайтчельчер. Кому мне там надо? Папа, синое гнездо. Поехали. Давай, да давай, открывай двери. Быстрее, шевелилас. Мужик, наливай. Боюсь, нам не о чем говорить. Понятно. Здесь что-то не так. Что случилось? Давай, заходи. Ой, опять этот голос озвучиванный. Мне уже заплатили. Стой. Кто тебе заплатил? Да доктор какой-то. Марцин, что ли? Говорил, вы обещали рассказать про парня какого-то. Там был тихий. Если я возьмусь за работу. Ясно, приятель. Может, так и будет. Что делать надо? Так что надо делать? Слушай сюда. В конце вайтчипл. Дезаброшенный развалюхан. Наверху, где газовые трубы. Найдешь тяжелую сумку. Заглянешь внутрь. Сильно пожалеешь. Ясно? Найдешь ее. Принесешь сюда. И никому ни слова. Понял? Понял. А потом расскажете мне про Тамблти, чтобы я Доху передал. Доктора в людях разбираются. И раз уж ты тут, значит, он на все готов ради этого Янки. Я сам не в курсах, но можешь ему передать, чтобы поговорил со Сквиби. Он у нас много чего знает. Когда вернешься с мешком, я скажу, что передать Сквиби. А он уж вас наведет на Янки. Приятель, я тебе точно говорю, в этих чертовых трубах столько газов. На 10 миль бабахнет. Рашка, что ли? Понял. Ну я пошел. Валяй. Я мог бы доложить в полицию, чтобы этого гада арестовали. Однако, похоже, он весьма силен. И будет более сговорчив, если я сыграю по его правилам. Лучше взять все на себя, включая встречу с таинственным Сквиби. Логично. Карта. Так, идем мне идти. Трубы какие-то надо искать. Блять, накурили тут. Мать, чтоб вынюхала все наружу. Поняла? О, так это ж я. Не, не я. Похож. Так, трубы. Какие трубы? Что ты, что он там рассказывал? Я, честно, блять, ну я так понимаю, это... Заброшенный дом, о котором говорил Блута. Видимо, здесь его уголок. Из старого здания идет... Это газ, блять. Добрый вечер. О, здравствуйте, сэр. Мы знакомы. Боже, как его не узнают. Это я, Шерлок Хоббс. Разумеет, мистер. Тамблсер. Доктор Тамблти сейчас здесь? Не уверен, но вы можете проверить. Мне показалось, у вас небольшие проблемы с газом. И не говорите. Все дело в заброшенном доме недалеко отсюда. Но никто так и не приехал разобраться. Может быть, я мог бы взглянуть? Лестницу давай. У вас не найдется лестница? Живо мне лестницу, давай сюда. Давай, короче, под крыльцом валялась сломанная. Давай, короче, под крыльцом лестница. Сломанная лестница. До свидания, до свидания. Лестницу мне. Ух, ебать. Лестница Финлису. Должна быть эта часть. Должна быть эта часть. Так, сейчас мы находим лестницу. И заканчиваем. Согвозди. Тряпочка. Какую маску? Зачем тебя смачивать, Шерлот? Мне надо лестницу как-то сделать. А какой сделать? А чем осмочить? А еще. Для ремонта газопровода. Газопровод. Ржавая металлическая посуда. Деталь отраспылителя. Должна быть эта часть лестницы. Одни и те же просто рифмы, ну не рифмы, одни и те же слова вам говорится. Лучшая игра 2015 года. Как мне туда зайти? А почему они не могут через Абвергрэ? Зайти просто. Как мне лестницу найти? Как мне ее достать? Как мне ее починить? Что вообще нужно делать? В инвентарь зайти? Гвозди ничем не хотят стакаться. Карманный нор. А что делать? Ну, ботылка не будет. Так, я тут соединил, короче, где-то, как отсюда выйти. Я тут соединил две одинарные палки. Получилось две такие дощечки. Потом их с мусором, походу. Потом с гвоздями. Будет палка с гвоздями. Потом с маленькой палкой, нет? Зачем тебя соединить? Это еще не лестница, а лестница и гвозди. Нож не подходит. Маленькая палка. Зачем нам не нужно? Ладно. Это тоже ничем не соединить. Распрыскиватель. От духов. А че мне не хватает? А может хватает всего? Похоже выйти можно только... Ну, выйти. Так я ж за вход говорю. Похоже выйти можно только... Так а че мне с лестницей дальше делать? Как продвигается. Спасибо и до встречи. Может ему с маской к нему надо подойти? Спасибо и до встречи. Ох. Влажная ветошь защитит меня от газа. А ну я надел, интересно? Нет, не надел. А шо с палкой делать? Вода. Вода. А, ничего себе. Свинцовая труба пригодится. Сломанный молоток. Придется подыскать для него. Деталь от распылителя. Да. Тут мы тоже уже нашли. Это походу вот так. Теперь вот так. Лестницу построили. Труба какая-то. Деталь от распылителя вот так. Это... С чем вообще? Ладно, ничем. Все равно. А то можешь... А, все. Надеюсь, лестница меня выдержит. Выдвигаемся. Тряпичная маска не особенно поможет, но... Ну, наденем. Но-то уходил в спешку. А как он наден? Так, а надеть его как? Видимо, утечка произошла внезапно. Не успел убежать. Небольшая горелка. Полагаю, незаменима... Там где закончился газ? Видимо, утечка произошла внезапно. Опять крысы мертвые. Ну, все, больше нечего. Голыми руками здесь не справишься. Ну, давайте выберем условный молоток. Голыми руками здесь не справишься. Нет, я не молоток выбрал. Голыми руками... Нет. А где молоток делся? А его нету, что ли? Ножик есть. Голыми руками здесь не справишься. Газа найти, а как найти газ? Ну, заправь горелку от этого газа. Видимо, утечка произошла... Животный не успел убежать, да это очень хорошо. Газ идет из-под этого щитка. И здесь замок. Ну, так сними его. Голыми руками здесь... Голыми руками здесь не справишься. Надо вот А. Ага. Нашел. Железный прут мне... Прутик железный. Нормально. О, такие я люблю. Газа здесь. Видимо, сумка за этими трубами. Вот почему банки... Страшно спешить, задел трубу. Сумка крепко застряла. Вряд ли я успею вытащить ее до того, как... Например, как у дубильщиков. Так давай этот. Сумка крепко застряла. Я понял, все. Сумка крепко застряла. Так, а почему ты не хочешь просто трубы починить? Может, тут где-то еще это... Нет, ничего, короче, нет. Надо на выход, наверное. Есть где-то... Как продвин... Маска к жевникам. Маска. Как удутствие... Загляните в переулок. Напротив клиники у сапожника. Все, я понял. Карта. Я уж не знаю, где тут что. Еврейка. Не очень жаль, я могу закрываться, так сказать, постно. Похоже, сапожник что-то заподозрил. Ножем ему прегрозить. Похоже, сапожник что... А как мне войти к нему в доверие? Похоже, сапожник что-то зап... а как духи показать похоже сапожник что-то заподозрил может этой штукой похоже сапожник что-то заподозрил что мне нужно с тобой сделать ну тут вообще ничего нет по-любому наверно что-то с инвентарем в 40 все ровненько корзинки похоже сапожник что-то заподозрил масочка похоже сапожник что-то заподозрил нужно как-то войти к нему доверия как ладно я думаю с сапожником уже разберемся в следующей серии поэтому на этом пожалуй закончу все равно не знаю пока что делать полежу подумаю может мысль какая придет поэтому всем спасибо за просмотр оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал потому что без подписки 50 процентов зрителей смотрят возьми и подпишись на канал do it just do it окей все всем спасибо всем пока пока пока